Еще один тип ошибок, который присутствует в реализации аутентификации, это ошибки на уровне передачи данных. То есть у нас, если в предыдущем случае были ошибки на уровне хранения, как эти данные обрабатываются, как обрабатываются пароли, прежде чем занестись в хранилище, то здесь у нас ошибки доставки данных до пользователя. Из таких типичных ошибок это отправка пароля в открытом виде по e-mail. Лично я считаю это ошибкой. Почему ошибка? Во-первых, отправив в открытом виде пароль по e-mail, мы помещаем этот пароль в открытом виде пользователя в ящик. В дальнейшем, в случае компрометации пользовательского аккаунта, вздумышленник автоматически получает доступ с этим аккаунтом к нашей системе. Если, конечно, пользователь его не удалил из ящика. Практика показывает, что в случае с веб-мейлом, что весьма распространенный сценарий в настоящее время, и в случае с e-map, письма там на сервере и остаются абсолютно бессрочно. Следующий – это бессрочный аккаунт activation. То есть пользователь где-то регистрируется, ему переходит активация аккаунта, пользователь переходит, там вводит свои данные, плюс еще пароль вводит. Если эту ссылку повторно нажать, можно заново все эти данные ввести, и у пользователя эти данные находятся, эта ссылка находится, вздумышленник получает доступ к ящику, опять же, переходит, получает доступ к аккаунту пользователя. И третий – это подбираемый аккаунт activation. То же самое, что и в случае с восстановлением пароля, только в случае заведения ящика пользователя или начального заведения ящика пользователя. Здесь у нас атака, возможно, не столько на самих целенаправленных пользователей, таргетированных пользователей, сколько на то, чтобы завести массу ботов в нашей среде, на нашей системе. То есть злоумышленник, зная вот этот аккаунт activation, может понаписать там кучу абсолютно левых e-mail адресов и каждый раз подбирать эту ссылку и активировать ботов. То есть активировать свою массу автозагенеренных аккаунтов. Кроме передачи, есть также хранение на серверной стороне. Здесь есть следующие ошибки. Первая – это сохранение пароля, как он есть, то есть в открытом виде. То есть у нас есть некая база данных или файлик, или BD с табличками, где мы храним пароли в открытом виде. Это плохо. Чем это плохо? В случае, если злоумышленник компрометирует нашу систему, он сразу получает все пароли к нашей системе. Такие системы, кстати говоря, можно очень легко детектить по всему интернету. Если вы задаете, где-нибудь регистрируетесь и просите затем восстановить пароль, и если система либо при регистрации присылает вам в открытом виде пароль, либо присылает при восстановлении пароля ваш пароль, ваш старый пароль, и он типа вот он, что же забыли, это значит, что с той стороны эти данные хранятся в открытом виде. Никогда не используйте на таких сервисах пароли, которые вы используете где-нибудь еще. Потому что обязательно наступит рано или поздно такой случай, когда кто-нибудь залезет к ним в базу, возьмет все эти пароли и будет использовать. Как решается проблема хранения паролей на серверной стороне? Обычно эти пароли шифруются, точнее не шифруются, а хранятся в виде хэша. То есть серверу на самом деле не обязательно знать именно пароль пользователя. Ему достаточно знать тот факт, что пароль, который ввел пользователь, совпадает с тем, который пользователь вводил когда-то. Для этого хранят хэши паролей. То есть результат работы функции, который преобразует данные, введенные пользователем, в некое пространство, функции преобразования из которого обратно нет. То есть одна проходная функция. Причем при малейшем изменении исходных данных пользователя, то есть вместо А маленькой, А большая или вместо А буква Б, результат работы хэш-функции очень сильно отличается, очень сильно отстоит от результата работы первоначальных данных. В этом случае обеспечивается невозможность прямого восстановления, математического восстановления с того, что хранится в базе, обратно в открытый текст. Но, однако, имеется возможность проверить, что то, что хранится в базе, совпадает с тем, что ввел пользователя. То есть мы вначале вычисляем этот хэш, сохраняем в базе, затем, когда пользователь вводит пароль, мы вычисляем опять же хэш и сравниваем хэши. В случае их совпадения мы говорим «Окей, был введен такой же пароль». В случае несовпадения, естественно, посылаем. На эту схему какие могут быть проблемы, связанные с этой схемой? Во-первых, мы уже выяснили, что хранение в открытом виде — это плохо. Надеюсь, вы это поняли. Хранение в виде простого хэша. Например, в данном случае MD5. Это одна из функций хэширования данных. Злоумышленник угнал базу пользователей, получил хэши, соответствующие этим пользователям, затем берет словарик паролей, берет первый пароль, строит хэш, сравнивает, берет второй пароль, строит хэш, сравнивает, берет третий пароль и так далее. То есть вполне может за конечное время восстановить достаточно большое количество этих самых паролей. И третье, что часто используют, это используют какой-то свой метод шифрования для того, чтобы, предполагая, что они самые умные, для того, чтобы сохранить пароль в базе. Здесь стоит помнить основной постулат криптографии, что никогда не реализуйте собственный алгоритм шифрования. Там наверняка найдется ошибка, над публично доступными алгоритмами работают куча-куча умных голов по всему миру, их тестируют каждый день, ищут уязвимости в этих алгоритмах шифрования. Если же вы решили с нуля создать собственный алгоритм шифрования, он наверняка не будет безопасным. И злоумышленник, с той стороны, он достаточно умный человек, он получил доступ к вашей базе данных, он получил доступ к вашему алгоритму, к реализации этого алгоритма, и вообще ко всему. У него есть все данные для того, чтобы понять, как вы это дело шифруете, и каким образом используете этот факт, для того, чтобы получить обратные данные в открытом виде. Лучший, самый распространенный способ хранения паролей в базе данных это некая хэш-функция с солью. То есть к паролю добавляется какая-то каждый раз отличающаяся часть в начале. Причем эта часть не обязательно должна быть полностью случайной, она просто должна быть отличающейся. Добавляется и считается... Причем эта часть наличие стоит в открытом виде в базе, это не страшно. И считается хэш уже от части соли плюс пароль. От этой строки считается уже хэш. В этом случае атака по словарю, по всем паролям, становится уже достаточно трудной. То есть вместо того, чтобы вычислить один раз хэш, а вычисление хэша, это графическая функция, это достаточно затратная с вычислительной точки зрения работы, злоумышленнику уже недостаточно вычислить один раз хэш и затем искать его по всей базе. Для каждого пароля, для каждого словарика пароля, ему придется вычислять хэш заново, прибавляя соль.